Уважаемые жители, добрый день, меня зовут Русаков Павел, кто-то меня знает, кто-то не знает, я депутат городского поселения Винное, председатель комиссии ПЖКХ, депутатского корпуса. Я скажу буквально несколько слов. Значит, смотрите, официальной информации по поводу разорения управляющей компании нашей муниципальной, ее не существует, но в перспективе мы видим, что происходит. В начале года компания расторгла с подрядными организациями договора Фортица и Империя, то есть по обслуживанию домов. Они ушли вместе с директором. А почему депутаты нам не сообщили? Дайте я это скажу, и я отвечу на ваши вопросы. Значит, директор Иванов покинул свой пост и увел эти две компании. Договоры с ними расторгнули, то есть на сегодняшний день дома в городе Винное, как в Ленинском районе, никто официально не обслуживает. Договоры с компанией ПИК или с какой-либо другой не заключено. Мы этот договор не видели, хотя просили прислать нам этот договор. Пока ситуация такая, то есть она крайне сложная, и вы видели это отображение в своих бумажках, которые приходят к квитанции. Там написано, что сейчас нет подрядных организаций. Следующее. Действительно, как сказал Алексей, новый директор, это бывший сотрудник групп компании ПИК. У него, насколько я, это опять же информация кулуарная, поставлена задача зацепить все дома в городе Винное, в Ленинском районе, по возможности, и потихонечку спустить мупу КЖКХ вниз. Чтобы ее не существовало, обанкротить и ликвидировать. Потому что есть уже постановление федерального правительства о том, что они будут ликвидироваться. Это вопрос времени. Ваша задача, первоочередно, в любом доме собрать свой совет дома. Это есть в интернете, можно прочитать, если хотите. Я вам документы дам, какие для этого нужны. Значит, надо выбрать председателя, надо выбрать совет дома и собрать инициативную группу. Лучше, чтобы это были одни и те же люди, которые будут заниматься этими вопросами. То есть вы всецело им доверяете заниматься этими вопросами. Потому что каждый из вас будет заниматься своими делами и заниматься этим не будет. Собрать людей очень сложно. Вот, ваша первоочередная задача сделать то, что я вам сказал. Следующий этап, это на рынке компаний сейчас очень много. Рынок плохо контролируемый, поэтому нужно отслеживать только те, кто, допустим, обслуживает в городе, грубо говоря. И те, кто реально может вам посоветовать из людей, живущих в этих домах. Потому что по-другому вы столкнетесь просто с неприятностью, что вот такие вот люди, как Пик, да, они будут приходить. Они же ходят не только сюда. Например, я вот у меня, я представляю другой, других жителей на другом участке. Я уже шесть собраний с жителями проводил. И этого Эльдара пинками выгнал с этих шести собраний. И он туда больше не ходит, потому что жители разумные, они все понимают, да. Им все понятно, и они не будут в эту игру вдаваться. Но у вас только это предстоит, да, все сделать. Ну, мы уже его выгнали. Алексей вам что-то может рассказать в плане ЖКХ и так далее, потому что он этим непосредственно занимается уже много лет. Ну, и как бы я могу сказать, что вполне добросовестно. Поэтому вы вправе решать, это ваше право. Но вы должны просто к этому подойти очень обдуманно и серьезно. Вы поймите, что государство больше эту сферу не контролирует. Им вы не нужны, им это не интересно. Вот и все. И поэтому это отдано на откуп частным компаниям. Обратные приватизации. Запомните, цель любой частной компании – заработать деньги. Не сделать вам лучше, а заработать деньги. И только исходя из этого. Вот и все. Поэтому вы должны оценивать всегда все подводные камни в этом процессе. На этом я закончил с вами. Самое главное – деньги собрались. Свои.